Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам снять видео о своем новом проекте. Возможно, он может стать и совместным проектом. Если будут желающие присоединиться ко мне, я организую совместный проект «Хатки» от фирмы «Леди». Серия «Малевныча Украина». Если будет много желающих, которые захотят присоединиться ко мне, я возьму на себя организацию совместного проекта. Вот такие прекрасные домики у нас от производителя «Леди». Это все схемы, распечатанные из паттерн-мейки. Я расположила вот так вот четыре схемы. Это не просто так. Точно в таком же виде они будут у меня выглядеть. Размещены будут у меня на конве. Сейчас я покажу вам, как я разметила свою конву. Я уже купила раму. Так как картинки очень маленькие. Получается по 11 сантиметров. Будет каждая 11 на 11 сантиметров. Это очень маленькая. Вот в сравнении с моей рукой, смотрите. Это очень маленькие картинки. Купила я уже готовую раму размером 30 на 30. Рассчитала, чтобы разместить правильно эти картинки, чтобы было равномерное расстояние между всеми картинками. И вот расстояние одинаковое было до рамы. Нужно еще учитывать то, что рама 30 на 30. Будет размер видимый 29, даже 28 и 8 миллиметров. Поэтому нужно было все это учесть, рассчитать. И будет у меня выглядеть вот в виде такого окошка. Это будет рама. И здесь будет 4. Располагаться 4 картинки. Я таких панно думаю сделать 2. То есть 8 домиков хочу вышить. И разместить это в 2 храмах. Здесь я выбирала сюжеты праздничные. Здесь идет Рис-2. Это серия Малиныча Украина. Рис-2. Это у нас будет как бы не праздничной тематики, потому что не нашла я четвертую картинку, чтобы это был какой-то праздник. Здесь будет просто весна. Но таких есть несколько картинок. Вот есть еще с весной одна картинка очень красивая. Это будет у меня в следующем панно. Вот Пасха в Илыгдане. Такая будет у меня картинка. Праздничная. И праздник Медовый Спас. Так что, если вы хотите присоединиться, я буду очень рада, если вы присоединитесь ко мне в этом проекте. Буду начинать с 1 декабря. Отшив этих домиков. Сроков нет по этому проекту. Так что присоединяйтесь. Сейчас я вам покажу еще, какие будут домики у меня во второй картине. Сейчас я прервусь на секунду и покажу вам. Вот так будет выглядеть вторая моя картина. Точно так же 4 картинки будут размещены в одной. Первая это зимовая Украина, зимняя Украина. Вот с таким вот красивым снегирем. Заснеженным домом. Вторая воснена Украина. Очень красивый такой дизайн. Третья осенняя Буковина. Осенняя Буковина. Пока на третьем варианте я еще точно не остановилась. Еще, возможно, заменю на что-то, потому что очень много этих домиков есть. И четвертая Жныба. Жатва. Вот такая вот солнечная картинка яркая. Я приглашаю всех в совместный проект. Сроков он не имеет. Начало проекта, если будет много желающих, больше трех, начинается с 1 декабря. Все схемы, которые у меня есть из серии Малинича Украина с хатками, они у меня будут размещены в контактах на моей страничке. Ссылки на домики я вам оставлю под видео. Можете заходить и скачивать себе схемку. Или покупать наборы. Но наборы, как-то я почему наборы не покупала? Потому что я уже не первый раз слышу, что там, хоть и комплектуются нитками Анкор, но почему-то эти нитки Анкора из той серии, которые линяют. Я уже смотрела не одно видео. У девочек линяли эти нитки. Но вот мне не хочется таких неприятных сюрпризов. Да и, в общем-то, наборы сейчас подорожали. Стоили они раньше 50 гривен, сейчас 100. 95 гривен, так что, в общем-то, не очень хочется за 100 гривен купить себе набор, и чтобы полиняли нитки. А так как у меня есть вся, там, за исключением 7 цветов, вся палитра ниток СХС, поэтому для меня нет никакой проблемы вышивать подбором. Так что, кто хочет, пожалуйста, буду рада. Присоединяйтесь ко мне, будем отшивать вместе. Начинаю я свое первое панно. Вот с этого домика. Буду с рез 2 начинать. Конва размечена. Начинаю 1 декабря. Вот здесь будет первое рез 2. Так что, на этом, пожалуй, все. Все ссылочки будут под моим видео, на схемке. А также, если вы присоединяетесь к проекту, все ссылочки на каналы, на ваши каналы, на ваши подготовки, будут тоже у меня под видео. До скорых встреч. Желаю всем хорошего-хорошего настроения. Всем пока-пока.